Приветствуем всех на первом этапе пятого сезона Лига Russian Crush, клуб Месиво. В квалификации победу одержал Васильченко Артем, на Бугате Чаром второй номер, это уже вторая полпозиция в его карьере, остальные все позиции на вашем экране. Сейчас будет 15 заездов по одному кругу. Итак, старт первого заезда, главное выиграть старт, фаворитут номер 2 Васильченко Артем, потому что у него шины на машине очень хорошие, так, массивный старт. 11-й, 15-й номер вырывается вперед, 15-й номер лидирует, Миша Ерохин, 15-й номер, за ним ожесточенная борьба, он успевает подойти к последнему повороту лидером. Итак, 15-й номер, первый заезд выигрывает, за ним уйдет 69-й, 69-й врезается, 11-й обходит его, 69-й застрял и не успел со 6-й обойти его. Итак, смотрим, что дальше, первые 4 финишировали, дальше третий номер, Белый Порт, Масаровчук Андрей финиширует. Тут перефинишной линией мы видим несколько машин, которые в самом первом повороте успели поломаться, новички сломали машины, вылетели рулевые, тем временем 10-й номер тоже финиширует. И просто месиво перед стартовой линией, новички разломали свои машины, квалификации все старались, сейчас уже повыбывали. Смотрим дальше финиши, которые идут. Тем временем оставшиеся машины на ходу пытаются доехать, финишировать, чтобы получить очки. Напоминаем по правилам, чтобы получить очки, нужно обязательно финишировать, те, кто не финишировал, 0 очков. Очки за первое место 25, потом второе 24, третье 23 и так далее. Поэтому очень важно в гонку обязательно доехать. А, тем временем фаворит гонки, второй номер Бугатти, Чирон Васильченко Артем. В этой гонке не финишировал, у него аккумулятор не закреплен был, выпал. Далее ускоренная перемотка, те, кто еще не финишировал. Обильная неудача для Артема. Сразу 25 очков потерять, ему придется очень упорно натыгрывать. А тем временем старт второго заезда. 15 номер победитель прошлой заезда у нас. Долженческий поломок, и так, старт. Упорная борьба опять на старте. Вырывается 10 номер, лидер. Подрезается разворот, 66-й, 69-й вырываются в лидеры. Посмотрим, кто есть. 11 номер обходит их, вырывается в лидеры. 69-й, 66-й, 10-й, 3-й за ним. И так, последняя связка поворотов. 11 номер лидирует, 69-й на хвосте. И так, кто победит? 11-й успел, 69-й врезался, но успеет ли он вторым? Вторым включил. Дальше 6-й, 10-й, 3-й номер на хвосте. Третий номер, почти-почти. Второй его обошел, за ним третий номер. Поломка у третьего номера, рулевая выпала. Так, дальше, 58-й, 51-й номер. Дальше борьба в середине пелетона на ускоренной перемотке, потому что школьники все-таки новички, едут очень долго, очень коряво, это мы видим на экранах. Сейчас мы узнаем результаты после двух заездов предварительные. На экране скоро появится, это по итогу двух заездов суммарно. После двух заездов лидирует 11-й номер на хвосте, 69-й, 66-й. Остальные позиции вы видите на экране. Борьба только начинается. Повторяю, очки зачисляются первые 25, дальше 24 и так далее. Ни в коем случае нельзя ломаться, нужно каждую гонку финишировать. Итак, третий заезд. Позиции на старте такие, как были позиции на книжном прошлом этапе. Итак, старт. Опять авария в средней группе. Смотрим, что дальше. Первый поворот. 69-й вырывается вперед. 69-й лидирует его, обходят. Второй номер вырывается вперед. Артем решил наверстать упущенные позиции. 69-й за ним. Так, второй номер уже перед финишем. Второй номер финиширует. Смотрим дальше, что. 69-й номер врезается. 69-й номер вторым финиширует. Дальше. 66-й номер снова третий. 10-й номер Макларен. Еще один Макларен. 11-й номер. Смотрим дальше. Еще один Макларен. 51-й номер финиширует. Дальше. 58-й номер. Напоминаю, что помимо общего зачета у нас еще зачет для школьников. Лучший среди школьников получит огромную коробку конкет, шоколадок плюс кубок. Поэтому среди школьников особо жесточенная борьба. Так, смотрим текущие результаты. 69-й и 11-й номер поровну идут. Также упорная борьба с 7-го по 10-е место. Артем уже успел подняться до 7-го места по результатам этих заездов. Пока среди школьников лидирует 11-й номер Васильченко Паша. Итак, четвертый заезд. Смотрим на старт. Главное выиграть первый поворот. Так, донка начала. Става авария в середине группы. Смотрим, кто выйдет. Артем выходит первым из связки поворотов. Аварии. Артем лидирует. Дальше упорная борьба. Толпа. 11-й номер вторым идет. 11-й номер разворачивает. Так, второй номер. Артем снова выигрывает заезд. Дальше вторым. Авария. 11-й номер обходит в конце. 69-й и 66-й номер. 51-й за ними. Смотрим, что дальше. Большой отрыв. Дальше. 58-й номер. Финиширует 10-й номер. Третий номер. На металлических ограждениях трассы утеплите за труб. В нем машина может застревать. Именно этим воспользовался одиннадцатый номер. Обошел 69-й и 66-й. Так, смотрим отстающих. Отстающих. Потихонечку добираются до финиша. Сейчас мы видим результаты. После четырех заездов лидирует этот номер. 69-й и 66-й на хвосте. Постоянно перетрубаться в последние тройки. В последние тройки из первой десятки. 8-й, 9-й, 10-й. Аркем тем временем также на своем месте остается. Оставшись, а финиширует. Тем временем пятый заезд начался. Итак, первый поворот вошли все быстренько. Одиннадцатый. Второй номер обходит 66-го. Второй номер побеждает за ним 66-й. Борьба в средней группе упорная. Все, не успеешь увидеть. Некоторые камеры отключились. Особенно на старте, поэтому с другой камеры смотрим. Так, смотрим. Одиннадцатый номер продолжает лидировать. Упорная борьба рядом с ним. Тем временем Артем поднялся до шестой позиции. С восьмого по десятое снова упорная борьба. Позиции меняются. Тем временем в гонке осталось 18 машин из 25-ти. Остальные поломались. Найвки по нему отстребывали. Далее шестой заезд. Старты. Какая-то заварушка на старте была. Первый поворот. Большая заварушка. Заварушка в конце пелетона. Посмотрим. В первом повороте третий номер. Выбивается лидер. И 69-й обходит его. Борьба. 69-й номер лидирует за ним. Третий. Разворачивает козлы. Одиннадцатый номер. 66-й за ним. Второй. Первая четверка. Идет. Одиннадцатый. Врезаются. Кто выйдет победителем из этого заезда. Авария снова. И 66-й номер обходит их. Упорная борьба. Спотеть можно. Так. Остальные финишируют. Ускоренная перемотка. И так после шести заездов. Одиннадцатый номер продолжает лидировать. 16-й. 69-й. На хвосте. С четвертого по седьмой позиции. Плотная борьба как и далее. Смотрим, что будет дальше. Артем снова поднимается. Она уже на пятом месте. Напоминаю, что трасса очень скользкая. Те, у кого широкие шины с хорошим сцеплением, будут явно выигрывать. Попутсовка мучает всех. Седьмого заезда у нас реверс в обратном направлении. Итак, старт. Опять заварушка в конце пелетона. Трогать нельзя. Так. Третий номер лидирует. Интересно. Так. Его второй номер обходит. Нет, не второй. 69-й. 69-й номер обошел. Дальше мощная заварушка. Догоняет 69-й номер. 69-й пока еще лидирует. Смотрим, что будет на финише. Упорная борьба в средней группе. Итак, второй номер. В самый последний момент обошел 69-го. Дальше 66-й. 11-й номер на финише. Так. 31-й у нас поломался. 10-й номер. 51-й. Давай, давай. Так. Третий номер в самом конце обходит 51-го. Просто за доли секунды. Смотрим дальше. Ускорена перемотка. Итак, по результатам 11-й продолжает лидировать. Плотная борьба прям на хвосте у него. Плотная борьба в средней группе. Артем поднялся до 4-го места. Не мудрена, сколько побед подряд была одержана. В средней группе тоже упорная борьба. Смотрим, что дальше. Лидирует пока среди школьников. Пинс номер Паша. Старт 8-го заезда. С самого начала заварушка и в середине, и в конце пелетона. Так. Смотрим, кто у нас вышел вперед. Судя по всему, это второй номер Бугатти. Артем хочет отыграться сегодня конкретно. 69-й номер за ним. Третий. Потом большой отрыв. Видать, серьезная заварушка там была. 11-й номер, 12-й. Так. Побеждает в этом заезде Артем второй номер. Дальше смотрим. Дальше, дальше. О, неожиданно третий номер Андрей. Дальше Ваня, 69-й. Смотрим, что дальше. Этот этап прям много заварушен. 66-й, 10-й, 11-й. В этом заезде вообще на этой трассе скользко. И хорошо себя показывают Макларены, Бугатти, Пагани. Правда, за Пагани рулем сейчас не очень хорошие водители. Поэтому они отстают. А так эти машины тут на сколько трассе выигрывают. Искорена перемотка. Вот это да, борьба за лидерство у нас прям напряженная. Всех одинаковое количество очков. Среди лидеров этой гонки 69-й номер Ваня. 9 побед в карьере. 66-й Саша. 13 побед. 11-й номер Паша. Пока нет побед. Возможно, это будет его первая победа. Смотрим, что дальше будет. Старт 9-го заезда. Итак, более-менее чистый старт. Третий номер лидирует. Вернулся за ним 10-й, 66-й, 2-й. Итак, упорная борьба. Третий номер лидирует. Борьба с 10-й. 10-й его подрезает. 10-й подрезает. Третий Сарно сейчас впереди борьба с 66-м номером. Смотрим, что будет дальше. Связка поворотов. Итак, смотрим, что будет на финиш на прямой. 69-й им первую, потом вторую. 66-й, третьего номера загасили. 10-й номер. Третий. Давай федишируем третий. 11-й номер обходит его. 51-й за ворота там обходит. У третьего неполадки снова с рулевого. Это был шикарнейший дрипт от 51-го номера. Так, смотрим, что у нас по результатам. Вырывается вперед 69-й номер. 66-й, 11-й на хвосте. Второй потихонечку догоняет. Опять постоянно позиции меняются по второй пятерке. Скользкий трасс, одни из сложнейших. Тут во всей мере проявляется опыт участников. Смотрим финиш оставшихся. Так, 10-й заезд. Старт. Опять небольшая таборушка в конце. Смотрим, кто у нас первый выйдет. И связка поворотов. Второй номер, Артем. Как всегда, машина хорошая. Выигрывает сзади два Макларена. Борьба Ford GT. Ford GT вмешивается в борьбу. Еще один Макларен присоединяется. Феррари 458 мая. Porsche обходит. Так, смотрим на финишную прямую. Второй номер финишировал. За ним 66-й, 69-й. Первая тройка. Дальше 10-й номер Макларен. 11-й номер Макларен. Прямо три Макларена подряд финишировали. Обманул. Четыре Макларена подряд. Дальше Porsche. Итак, на данный момент на первом месте после 10-ти этапов 69-й номер. За ним на хвосте 66-й. Немножко осталось 11-й номер. Упорно борьбой постоянно меняются позиции во второй пятерке игроков. Смотрим финиш оставшихся. Осталось 5 этапов. 11-й заезд у нас с этой камеры. Итак, смотрим старт. Борьба на первых поворотах. Посмотрим, кто сейчас из связки поворота выйдет первым. 66-й номер. Второй номер выходит. За ним 69-й номер. Прямо сильно отрил второго номера. Безоговорочно победит. 69-й за ним. Прямо большое столпотворение позади. 66-й дальше. Дальше 4-й. Третий номер. 58-й. Четвертый номер. Так, смотрим результаты после 11-го заезда у нас. 69-й в лидерах. За ним 66-й. Чуть начал отставать 11-й номер. Бугаде тем временем догоняет. В средней группе снова борьба плотная. В этой гонке прям сильная борьба была на старте. 12-й заезд. Стар дан. Сейчас далеко от первого поворота будет не видно. Будем смотреть, кто будет дальше вырваться. Так, с первой связкой второй номер снова лидирует. За ним 69-й. Снова борьба на первых поворотах обеспеченная. Машина еще заносит, поэтому тяжелее удержать машину в борьбе. Так, второй номер финиширует. За ним 69-й. Дальше 66-й. 58-й. Так, борьба за четвертой позиции. Одинстый номер. Десятый обходит третий или нет? Нет, нет. Третий финиширует. За ним 10-й. Смог удержать позицию. Итак, после 12-го этапа лидирует 69-й. За ним 66-й. Бугаде вышел на третье место. На 10 очков отстает от второго места. Опять борьба в среднем группе очень плотная. Правилами разрешена агрессивная борьба, поэтому к концу будет еще больше грязи. Смотрим. Три этапа до финиша. Старт. Опять в конце заварушка. Заварушка в начале. Смотрим дальше. Так, после первой связки снова Бугатя лидирует дальше. 6-й номер. Смотрим, что дальше будет у нас. В этом заезде выгружает второй номер. За ним 66-й номер. Смотрим дальше. 58-й номер. 69-й где-то застрял. Третий почти финишировал. 11-й, затем 3-й, потом 10-й. И только после него 69-й. 69-й только вышел лидер и успел сейчас лидер со 66-го номера на 2 очка. Бугатя тоже догоняет. Сейчас борьба за первое место, за первую тройку будет очень упорной. Итак, два заезда до финиша. Сможет ли Артем догнать лидеров и оформить свою пятую победу в карьере? Итак, старт есть. Вначале опять заварушка. Так, Артем снова лидирует. За ним 69-й номер. 66-й номер. Борьба в первой тройке ожесточенная. Дальше борьба среди средней группы. Итак, второй номер побеждает в этом этапе. Смотрим, кто дальше. 69-й номер вторым. Далее 66-й номер. 11-й номер. 51-й. Череда Макларенов. Макларен на этих трассах вправляет себя очень хорошо. Очень стабильная машина. Порш финиширует. Снова Макларен 10-й номер. Итак, смотрим по результатам. Итак, перед последним заездом лидирует 66-й номер. На 1 очка стоит 69-й. Далее второй номер. Артему нужно финишировать в первом последнем заезде. Но чтобы соперники его финишировали седьмым, восьмым, тогда он станет победителем этой гонки. Или же, скорее всего, борьба развернется между 66-м и 69-м номером. Итак, финальный этап. Смотрим старт. Завруски более-менее не было. Итак, другая камера. 69-й номер выбился в лидеры. Кажется, он хочет отыграть. Итак, дальше спит первый, одиннадцатый. 66-му нужно приехать вторым, чтобы был дополнительный заезд. Да, 69-й лидирует. 66-му нужно срочно приехать вторым, или шансы на победу исчезли. Так, кто? 66-й номер смог вторым приехать, да. Одинаковое количество очков. Одиннадцатый. Второй. Пятьдесят первый. Третье место осталось за Артемом. Дополнительным заездом быть. Между теми, кто набрал одинаковое количество очков по итогам гран-при. Дополнительные заезды. Итак, первый доп. Заезд за десятое место. Четвертый. 19-й номер. Ускоренная перемотка. Калата медленно едут, поэтому ускоренная перемотка. Итак, 4-й номер пока лидирует. 4-й номер впереди. 19-й номер обошел. 19-й номер. Четвертый снова обошел. 19-й. Упорная борьба. Последний следствий поворотов. Итак, то, увы, 19-й выходит вперёд и в самом конце 19-й врезается 19-й, финиширует 19-й номер первым, за ним 4-й. Итак, доп заезда первое место между заклятыми соперниками, 66-й, 69-й. Итак, в первом повороте 69-й пытается развернуть, 66-й блокирует, 66-й снова впереди, 69-й снова атакует, пытается подрезать 66-й, 69-й выходит лидером. 66-й попал в аварию, дальше пытается догнать, нет, отстаёт, 66-й, 69-й в последней связке поворотов, да, это победа, 69-й побеждает в этом доп заезде, выигрывает. Итоговые результаты на экране. Субтитры сделал DimaTorzok